Сегодня у нас самое любимое женское блюдо, как я понял из того, что происходит у нас в ленте, когда появляется этот рецепт, овсяноблин. Но я пробовал пару раз. Честно сказать, сладкий овсяноблин, особенно на завтрак, для меня это как десертик, какой-то аперитивчик, я им не наедаюсь и мне это не устраивает. Поэтому сегодня мы готовим пацанский овсяноблин, который нормальный мужчина сможет наесть. Что ты думаешь по этому поводу? Великолепно! Для рецепта нам понадобятся листья салата, творожный сыр без каких-либо добавок, рыбка слабосоленая, 2 яйца и предварительно мы запарили овсянку. И теперь мы добавляем в овсянку 2 яйца. Я уже, кстати, в одном из своих рецептов рассказывал, что я до поступления в медицинскую хотел поступать... В одном из своих рецептов. Ну, у меня их много, а уже аж 3-2. В общем, я хотел поступать... Неизданная, да? Я еще не изданная, вы увидите ее в будущем. Я хотел поступать в кулинарное училище, но что-то не поступил. Но талант, талант остался. Не пробьешь, да? Да. И не проешь. Все. Сковородку нужно разогреть и смазать каплей оливкового масла. И теперь... А посередине тяточка это промокера. Это проверка. Это проверка. И посрединке теперь высыпаем нашу смесь. Распределили и теперь накрываем крышкой. Все, наш овсяноблин готов. Обжарили мы его с двух сторон. Одну половинку мы перекладываем на тарелочку, которая пока пустит лежит. Теперь намазываем на одну половинку творожный сыр. Теперь на наш овсяноблин мы выкладываем листья салата. А если наоборот делать? Не, не, не. Должна быть прослоечка, понимаешь? Между жирным творожным сыром и жирной рыбкой должна быть свежесть. А то есть между жирным и жирным, да? Ну, должен быть, понимаешь, такой фреш. Ну, творожный сыр не такой уж прям жирный, как ты сказал. Прям слово такое. И теперь рыбку. Вуаля! Такая вторая половинка. Не, ну это понятно. Ты смотри, какая красота уже здесь. Так и шо. И теперь накрываем, в принципе, уже не особо обязательной второй половинкой. Действительно. Идеальный пацанский завтрак готов. Щепоточка любви. Спасибо. Но я разрешаю использовать этот рецепт и девушке. Спасибо. Великодушность твоей стороны. Перед подачей не забудьте посыпать щепоточкой любви. Псс, псс. Продолжение следует.